Твое ожидание будущего негативное или позитивное неважно. Но твое ожидание будущего определяет твое сегодняшнее действие. Твое настроение. Твою активность. Если ты ожидаешь, что земля и все на ней сгорит, какой смысл строиться, развиваться или что-то делать? Если ты ожидаешь, что на этой земле будет Царство Божие, то ты будешь строить это Царство. Это ключевая мысль, и ключевая идея, которая разделяет христиан, невоцерковленные люди, они намного больше делают, чем верующие. И у них очень простая идея. Все, что не работает, что если это любая гипотеза, которая не работает, мы ее меняем. Они понимают, что это нерабочая схема, и они меняют это. У христиан из поколения в поколение полно нерабочих схем. И они боятся избавиться от этого. Нерабочая схема это скоро грядет Господь. Апокалипс. Конец света. Кто запомнил 2000 год? Конец света был прямо вот-вот-вот. Прошло 24 года. И христиане продолжают пророчествовать конец света. В это же самое время, за эти 24 года, у нас появились хорошие девайсы. У нас появился интернет. У нас появилось много вообще развития на земле. И мы, христиане, этим пользуемся. Аминь. Сегодня, вот есть человек в этом зале, у кого нету смартфона, телефон? Поднимите руку. Все? Скажите, пожалуйста, ожидали ли вы конец света в 2000 году? У кого сегодня есть смартфон? У кого сегодня есть смартфон? Сегодня, прямо сейчас, христиане спамят этот же интернет, которым им достался просто на шару, этими же пророчествами, что в 24 году, особенно в апреле месяц, апрель месяц, это суды Божьи для Америки. Кто такое видел? Кто такое слышал? Вы блаженны, что вы не пользуетесь этим мусором. Одному человеку я написал, зачем вы мне этот мусор присылаете? Вы должны понять, что у нас есть точка невозврата. Мы никогда туда не вернемся. Вы нас никогда там не увидите. Это бессмысленно. Потому что, когда ты познал истину, истина освобождает тебя от хлама. Истина делает тебя вообще свободным. Этот мусор религиозный, он на тебя больше не действует. Недавно одному пастору я сказал такие слова. По поводу точки невозврата. Вы знаете, что такое точка невозврата? Ну, на простом языке в самолетах это очень понятно. У тебя есть топливо на 10 тысяч майлов. И если ты пролетел 6 тысяч майлов, ты не можешь вернуться назад, если что, потому что у тебя хватит только на 4 тысячи майлов. You can't really make that way back because you have only enough guests for 4 тысяч майлов. Проезжая 5 с чем-то тысяч майлов, начинается точка невозврата. Once they pass the 5,000 miles, there is a point of no return. Для нас точка невозврата это Иисус Христос. Мы никогда не вернемся в иудаизм. В Ветхий Завет. Потому что Иисус Христос это точка невозврата. И бесполезно нам говорить, что написано. Мы знаем, что написано так же. И вот это написано так же перечеркивает все то написанное. Мне все равно, что там написано Бог убил, Бог сказал, Бог, Бог. Мне все равно. Кому не все равно. Мне все равно, что там написано Бог. Кому из вас не все равно. For whomever of you, do you guys care? Я понимаю, что это сложный вопрос. Молчать будете долго. You will be silent for a long time. Пока я вам не скажу вот что. Until I'll tell you this. Я верю Иисусу. I believe Jesus. И мне все равно, что Моисей говорил. And it doesn't matter if it doesn't соответствует с Иисусом. If it doesn't coincide with Jesus. До свидания. Goodbye. Религии, помимо то, что говорил Иисус, besides what Jesus said, еще совсем не нравится апостол Павел. Religion doesn't like апостол Павел as well. Потому что апостол Павел был главным разрушителем мифов. Because апостол Павел was the main destroyer of myths. Он жил в те времена, когда легко убивали просто так. И он как-то выжил. Какое-то время выживал. Потому что если вы прочитаете, его каждый день преследовали. Было время, когда меня преследовали и меня реально кто-то хотел меня убить. Но это время закончилось. А у Павла было всегда. Потому что он разрушал или уничтожал священные коровы. Because he was destroying the holy myths or cows. Священные коровы даже нет такого слова в английском. Это метафора. Просто если буквально перевести, да. Это да. Я хочу зачитать один текст, потому что можно долго об этом говорить и о Павле рассказывать. Я хочу зачитать вот такой текст. Первое послание Тимофею. Вторая глава. Первое послание Тимофею. Вторая глава с первого стиха. прочитаем буквально пять стихов. Это то, что поможет нам понять, чего мы с вами ожидаем. Прежде всего прошу совершать молитвы. Прошение, моление, благодарение за всех человеков. Входит ли в нашу молитву моление, прошение, благодарение за всех человеков? Входит ли? Когда мы молимся, мы молимся за всех людей? Не включает всех людей? Серьезно? Да. А? За всех не входит, правда? Вы не молитесь за всех ? Да. Все. За Путина тоже? Честно? Ну да, общий ответ, за всех молюсь. За него лично не молился. Прошу совершать моление, благодарение за всех человеков. Дальше, следующий стих. За царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. От кого зависит хорошая жизнь на земле? Прежде всего от нас. А потом те люди, кому мы доверили страну, кому мы передали свой голос, свою власть, правда же? От них зависит? Зависит. Послушайте, я знаю, что это очень сложно. Но вместо того, чтобы критиковать президентов и власть имеющих, осуждать и проклинать, практически всегда люди недовольны. Практически люди всегда не счастливы. Хорошо. Я из Украины. Я даже когда-то был народным депутатом. на местном уровне. Но тем не менее. Но тем не менее. У нас в стране не было ни одного президента, который пошел бы на второй срок. Кучма пошел на второй срок. Но это, по-моему, были самые хорошие времена. А потом любого президента народ проклинал, хаял и хотели нового. И снова то же самое делали. Какого президента им не дай, он всегда не угоден. Как вы думаете, вот это выполнялось в нашей стране? Тут много с нашей страны, да? Бывших. Я не говорю про страну. Я говорю про верующих людей. Благословляли или проклинали? А как можно благословлять плохого человека? Вопрос хороший? Как можно благословлять плохого человека? Легче проклинать плохого, правда? То, что мы делали. Мы проклинали везде, во всем мире проклинают правителей. Если сейчас в этом зале, не знаю, 200 человек, может меньше, да? И нас еще столько же, 200, 300 в онлайне, 500 человек. Прямо сейчас, в онлайне, здесь и в интернете. Если 500 человек, мы примем решение и увидим это, и каждый день, мы прежде всего начнем молиться и благословлять. Скажите, пожалуйста, произойдет ли следующее, дабы нам проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте? От Бога ли зависит или от нас? То, что вы разрешите на земле, будет разрешено с неба. И то, что вы запретили на земле, и небо не помогает. Мы все время виним Бога и говорим, что Божья воля на все. Но Божья воля вот в чем. Откройте следующий стих. Ибо это хорошо, что хорошо? благословлять, молиться за всех, царей, начальщиков, благословлять, потому что это не плохо, а хорошо. Если хочешь знать волю Божью, вот она где. Воля Божья это то, что Ему нравится, то, что Ему нравится. Чтобы мы жили хорошей жизнью. Аминь. Чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. В устройстве и чистоте. Вообще порядок это от Бога. Хаос это от дьявола. И те люди, которые типа знают Бога. И ты смотришь на этот хаос, который окружает Его. этот хаос в Его голове сначала. Бог есть Бог порядка и устройства. И если Бог в твоей голове, то вокруг тебя порядок. Аминь. Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Какой Бог здесь написан? Какой Бог здесь? Еще наш, еще какой Бог? Спаситель не губитель, не судья, а спаситель. Аминь. Аминь. Следующий стих. Этот наш Бог наш спаситель хочет хочет. Хочешь знать Его волю? Хочешь знать, что Бог хочет? Вот что Он хочет. Чтобы все, давайте выделим это слово, все. Мы не хотим, чтобы все спаслись. Это правда. христианский лозунг, чтобы все спаслись. Это наш мотив that all people should be saved. Если вы хотите, чтобы все спаслись, зачем вы готовите ад? Why are you preparing a hell for home? христианская идея ада не вписывается в то, что все спасутся. Можете сказать аминь? Да или нет? Согласны или нет? Если ты хочешь, чтобы все спасли, ты строишь убежище всем. А если даже ты хочешь, но в это не веришь, ты строишь тюрьмы. Аминь. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Хочешь ли знать, что такое истина? Кто хочет знать, какую истину все люди должны узнать? Начиная с христиан всех конфессий. Когда откроется следующий стих, его еще не открывайте. Когда откроется следующий стих, перед вами откроются глаза. У вас снимется, не знаю, чешуя, как говорится, с мозгов, который хочет, чтобы все люди спаслись. и достигли познания истины. Открывайте следующий стих. Ибо один Бог, один и посредник, нема Папа Римского посредника, это все ерунда. Нема посторов посредников между Богом и людьми. нема пасторов. Это не истина. Есть один только Бог. Можно вставлю ровно две монетки? Нету три единого Бога. Есть только один Бог. И есть один посредник между Богом и человеком. Читайте внимательно. Человек Христос Иисус. Верите ли, что вот это истина, которую должны все люди познать? Но это не просто знать сколько Богов. Это не просто знать Бог три един или один. Вот корень истины. Следующий стих. Один посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус. Предавший Себя для искупления всех. Вот это истина. Есть один только Бог. И есть Тот, Кто соединил нас с Богом. И есть Тот, Кто предал Себя за всем. Это Иисус Христос. за всех. Если бы кого-то можно было не спасать, а вернее, если бы его жертва, его страдания не распространились на кого-то, я думаю, что Иисус не согласился бы. Или за всех, или никого. За всех. Иисус умер за всех. Поэтому Бог хочет, чтобы люди знали истину. Истина очень простая. Есть один Бог Спаситель. Он послал Сына Своего чтобы искупить нас, спасти нас и подарить нам вечную жизнь. Иисус сказал, что верующий в Меня перешел от смерти в жизнь. Я пришел, чтобы вы имели жизнь. Жизнь с избытком. Никогда попадете на небеса. Он не сказал, я заберу вас, чтобы вы имели жизнь с избытком. Я пришел дать вам жизнь с избытком. Вот где жизнь с избытком. Во Христе Иисусе здесь и сейчас. Теперь когда ты ожидаешь что все люди будут спасены и все люди достигнут познания истины. А это может произойти вот когда. Когда будет тихо, спокойно, устройство, всякая чистота, благочестие, когда много хороших людей, это будет распространяться. у нас была другая схема. Когда тревога, тогда до Бога. Когда война, Бога ищем. Павел говорит, что Богу другое угодно. чтобы наши правители и наши президенты, люди у власти получали ум Христов. Это возможно, когда их благословляют. И таким образом у них правильные мозги будут. Они будут правильные решения принимать. правильные решения приведут к хорошей жизни. А хорошая жизнь приведет к познанию Бога истинного. Люди путают плохую жизнь с Богом. Люди путают войну с Богом. Они думают, что Бог допускает. Единственное, чего Бог хочет, то Он и допускает. Еще раз. То, что Бог хочет, вот то Он и допускает. Чего Бог хочет? Чтобы все спаслись. И чтобы достигли познания истины. жили хорошо. Это нравится Богу? Он это допускает. все остальное не от Бога. Поэтому у доброго человека добрый Бог у злого человека какой Бог? Человек строит по сути Бога по своему мировоззрению. Когда люди спрашивают Виктор кто написал Библию? Моисей писал первые книги. И он описывал Бога которого он понимал. А потом пришел Иисус Христос и сказали то что говорили древние имея ввиду Моисея. Они ошибались. Они говорили люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас потому что на этом останавливает это зло. Проклинать проклинающих вы распространяете зло. Нам хочется суда людям особенно плохим. Но как только мы поймем что мы есть представители Бога Бог через нас только может действовать на земле и то что мы разрешим Богу будет разрешено вы не ослышались то что мы разрешим на земле мы Богу это разрешим делать но как только еще вы поймете что Бог не участвует в убийстве Бог не участвует в проклятии в Боге нету зла и когда мы разрешаем злу происходить на самом деле мы для Бога закрыли дорогу Бог ничего не делает на земле без тебя все что Бог будет делать Он поставил тебя и поднял на такой уровень что ты как Бог на земле все тебе дано все покорил под ноги его вот что такое человек то что мы ожидаем именно это и приходит к нам наше послание сегодня и то что я хочу донести посмотрите на свои ожидания ожидаете ли вы конец света или ожидаете конец тьмы бедствия или процветания вы ожидаете процветания если вы ожидаете процветания вы станете частью процветания если вы ожидаете бедствия вы станете частью бедствия я много раз говорил что COVID притянули верующие с Китая притянули и распространяли его они говорили о судах Божьих они говорили, что вот-вот грядет Антихрист и как-то связывали эту болезнь с приходами Иисуса еще вот-вот грядет Иисус Иисус не придет на землю пока люди болеют Он не придет их спасать Он первый раз пришел спасти а второй раз придет когда все будут спасены Он не придет решать вопросы Он придет царствовать это тоже не заходит надо заканчивать я знаю, что у вас есть много вопросов сейчас у кого-то прямо гудит там все в голове что нам не ждать Антихриста нам не ждать бедствия последнюю фразу, которую я скажу или последнюю мысль или последнюю мысль хорошо что, по-моему, в девятнадцатом веке может, было в восемнадцатый начало девятнадцатого хорошо, что церковь отделили от государства когда мы это слышали будучи верующими много лет назад меня это сильно раздражало потому что я не знал историю до тех пор, пока церковь была у власти в государстве были инквизиции убивали, осуждали людей сжигали на кострах это делали христиане они помимо инакомыслящих верующих убивали любого человека который делал какое-то открытие научное какое-то открытие всех ученых сжигали верующие вот вам почему столько лет они ездили на лошадях и если бы не отделили религиозников с такими мозгами не отделили бы от власти никакого бы развития на земле не было любая инновация считается от дьявола это в религии любое какое-то развитие цивилизация это все от дьявола потому что они ждут что эта земля сгорит и все что на ней и что самое удивительное именно у религиозных лидеров больше всего имущества на земле и они самые богатые когда они это пропагандируют всем остальным что нужно быть самым бедным на земле благодаря тому что люди в мире отделились от религиозной системы мы сегодня пользуемся вот этими благами которые есть если вас вернуть 200 лет назад кстати мы недавно были в музее самолетов здесь в Сиэтле наш младший сын почему-то очень заинтересовался самолетами и когда мы закончили вот этот просмотр в музее я спросил Веня а ты хочешь иметь самолет и он как бы не задумывался но вообще неплохо наверное и у нас в семье началась дискуссия начали говорить жена говорит что иметь свой самолет это очень дорого один полет по Америке это составляет до 40 тысяч долларов поэтому богатые люди говорят что они могут купить бизнес-класс за тысячу за две тысячи долларов это намного дешевле и проще в наш диалог вступил старший сын и он сказал что это не те богатые люди это не тот уровень просто богатых людей потому что мы думаем категорию богатых людей как мы а те богатые люди которые имеют деньги для них для них это удобно потому что лететь на самолет это один день потратить в аэропортах это один день на регистрацию потратить у них этот день может стоить 200 тысяч долларов а не 40 которые они потратят как только мы начинаем думать по-другому и по-другому начинаем жить как только мы начинаем думать о благодати потому что благодать это самая позитивная новость это самое позитивное ожидание потому что благодатью мы уже спасены нам нет нужды ожидать какого-то спасения мы уже спасены мы уже посажены на небесах мы уже имеем то место во Христе его не надо достигать и теперь перед нами раскрывается другая цель перспектива и возможность благодаря Иисусу что Он соединил нас с Богом и теперь Бог может быть в моей жизни здесь на земле а если Бог будет здесь то все будет процветать вот так воля Божья исполнится на земле как на небе если вы верите что на небе золотые улицы то значит должно прийти это на землю вообще все творил Бог а не дьявол и природа которая тебя окружает и все что ты видишь это Богом сотворено и Ему это нравится и Он это творил для нас чтобы мы пользовались и чтобы мы развивались чтобы Он видел своих детей которые тоже что-то чудят они задействовали разные законы и появился интернет и появились радиоволны и вот это все начало работать прямо сейчас на Дальнем Востоке там наверное уже утро понедельник люди смотрят нас слышат голос мой голос Лены видят нас и это благодаря тому что есть люди которые мечтают о лучшем и благодаря этому это лучшее начинает осуществляться скажите было ли понятно мое послание было ли понятно то что мы ожидаем то и получим религия извратила послание Бога религия сделала Бога каким-то страшным и непонятным со своими капризами ты же не знаешь чего Он хочет а Иисус Христос открыл истинного Бога Бога с капризами явили посредники самозванцы а Бога истинного открыл Иисус Он единственный посредник и ветхозаветные посредники не нужны и новозаветные посредники не нужны потому что есть только один Бог и есть только один посредник но это не просто посредник который проповедник был а это тот кто предал себя за всех а остальные предавали всех анафеми и проклятию а Он взял проклятие всех на себя можно Ему доверять можно Ему довериться можно Его слушать можно Ему поаплодировать можно верить в Него и уповать на Него Аминь Моя победа Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги Не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. И радости предела нет мы спасены, А без Иисуса были б мы обречены. Не я Его искал, а Он меня нашел, И знаю, с Ним все сразу хорошо. Сегодня торжествуйте, дана нам благодать, Не плачьте, не тоскуйте, нам жить не умирать. Назвал Иисуса другом, тревожное ушло, Ведь с Ним везде и всюду всегда все хорошо. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги Не смогут победить меня Моя победа, победа в Боге Победа в имени Иисуса Господа Моя победа, победа в Боге Победа в имени Иисуса Господа Моя победа, победа в Боге Победа в имени Иисуса Господа Моя победа, победа в Боге Победа в имени Иисуса Господа И никогда мои враги не смогут победить меня Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа Моя победа, победа в имени Иисуса Господа